Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Комменбай, магазин по продаже установки дымоходов. Очередной наш объект, сейчас нахожусь со стороны улицы, двухскатная крыша, металлочерепица, будем выходить утепленной трубой для печи Invicta, ОВ-10 кВт. Интересно, дизайнерская печка, но она здесь будет выполнять функцию именно эстетики. Она сейчас в разобранном виде, я ее соберу, но эту печку покажу вам в конце видео. Сейчас я вам покажу, где буду монтировать дымоход и какие сложности перед нами будут стоять. Так, печка у нас будет стоять где-то вот в этом вот месте, вот здесь, и мы будем выходить вверх. Вот одна проблема у нас, балка, и где-то еще стропильная стоит, поэтому вскроем, посмотрим. Этаж открытый, довольно высоко, предварительно поставили лестницу, но если не справимся, будем выставлять леса. Все по факту уже, говорю, печка интересная, красивая, особенно если мы будем смотреть вот отсюда, да, это рабочая зона кухня, ну будет классно. Видите, да, какой обзор. Труба будет открытая, 180-ка, но по печке уже, когда смонтирую, немножко поговорим о ней. Все, есть определенные проблемы, есть определенные сложности, будем решать. Да, стена, штукатурка, не гипсокартон, это очень важно, когда ставите открытые трубы. А вначале у нас будет открытая неутепленная труба. Все, приступаем к работе. Так, и вот, когда входишь в дом, то есть вот такая вот картина у нас, реально красиво. Да, молодец. В коридор, в комнате, то есть вот эта рабочая зона, кухня. То есть с этой стороны готовить явно будет приятнее. И труба у нас пошла вверх, черная, кругляшок поставили. Заказчикам сначала мы согласовывали, но я, честно, забыл, поэтому переделывал его. Привез квадратный, конечно, это было бы в проигрыше. Сейчас выглядит довольно достойно, красиво. Вот экранчик вот этот, ни в коем случае нельзя прижимать к самому гипсокартону, потому что металл будет нагреваться, поэтому зазор остался один сантиметр где-то. И вот про эту балочку, о которой я говорю, почему мы спустились немножко вниз. Для того, чтобы она не нагревалась. Потому что попадала ровненько на переход голой трубы. А температура довольно большая. Но по температурам я замерю уже в следующем видео. Турба Абертрамс, шиберы не поставили по одной лишь причине, может быть их две. Во-первых, в инструкции не было указано про шибер. И во-вторых, в обзорах на ютюбах не было шибера. И в-третьих, пообщался с продавцами. Они говорят, что печка герметичная, поэтому шибер не обязательно. Но мы посмотрим в следующем видео, мне самому интересно. Потому что печка эксклюзивная, дизайнерская в первую очередь. Ну и красивая, очень красивая. Она в чугунном исполнении. Инвиктово в 10 киловатт. Сейчас расстояние у нас 20 сантиметров до этой стенки. Стена штукатурена. И еще обращаю внимание, если вы собрались дымоход делать сами, эту систему надо собрать по конденсату. Если вы ее соберете не по конденсату, то конденсат попрет просто начиная от насадки нижней и потечет всей струйкой у вас по наружной трубе. Поэтому не рискуйте, а постарайтесь сделать так, чтобы система собралась по конденсату. Здесь 150-й выход. У этих печей 150-й, 180-й. Новые модели, насколько мне известно, уже идут с 180-м выходом. Не знаю, почему так, могу только догадываться. Но переход стоит здесь, вставлен внутрь через термошнур. Ну и, соответственно, герметик. Все, весь конденсат будет стекать вниз. То есть труба будет аккуратненько, чистенько от начала до конца. Все, запустим ее, посмотрим. На этом видео буду свое заканчивать. С вами был Дмитрий Михайлов, Коммен Бай. Всем хорошего настроения. Монтируйте дымоходы правильно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok